У микрофона священник Константин Пархоменко. В эфире передача, которую мы условно назвали как сложные или спорные вопросы богословия. В цикле передач мы рассказываем о наиболее пререкаемых темах православного богословия. Уже на протяжении пяти передач, сегодня последняя, пятая передача, мы рассказываем вам о таинстве вступления в церковь. Некоторые думают, что тайна вступления в церковь это такое немножко нудное, но обязательное, в общем-то, но недорогое удовольствие. Пришел, заплатил деньги в храме, покрестился и считай себя уже сопричисленным к православной церкви, сыном или дочерью Божьей. Это, конечно, не так. Вступление в церковь это великое событие, вступление человека в новые отношения с Богом. Это выход человека на новый уровень, если можно так сказать, отношений с Богом. Я помню слова отца Павла Флоренского, он как-то замечательно сказал, что всякий человек, абсолютно всякий человек живет под Богом. Но если для не церковных людей, не крещенных, Бог это некая безразличная космическая сила, то для христианина Бог становится его отцом, становится самым близким существом в его жизни. У христианина особое отношение с Богом, скажем так, не юридические отношения, не отношения раба и властелина или господина, но отношения сына и любящего прекрасного отца, отношения любовные. Таинство вступления в церковь это таинство обещания христианинам искренней, живой веры в Бога. Это обручение, соединение с Богом. Это решительное «нет» дьяволу, греху, компромиссу с этим миром. Это решительное «да» святости, добродетельной жизни, доброделанию. Напомню вам, что в древности, в ранней древности, крещение совершалось в различных водоемах, реках, озерах, колодцах и прочее. Однако около II века крестильни устраиваются либо при богатых домах, в которых совершалось богослужение, либо в катакомбах. Археологи нашли немало вот таких подобных крещальных помещений, то есть комнат, в которых ставились специальные ванны или в которых прокапывался небольшой бассейн. В этом бассейне или ванне как раз и происходили крещения. Все это делалось из дорогих материалов и имело достаточно большую цену. Почему крещение происходит в воде? Что стоит за этим обычаем? Как часто материнское сердце, мы говорили об этом, сжимается от страдания за любимое дитя, которого священник окунается риском для жизни в крещальную купель. Нельзя ли обойтись без этого опасного купания, думает современный человек? Упомянем подробнее о символике воды и о том, что эта вода значит для крещаемого. Как доказано современными учеными, учеными, исследовавшими вот эти древние христианские тексты, символика крещальной воды с самого раннего времени понималась в связи с рассказом о творении мира. Помните, тьма над бездной, дух Божий носился над водой. А также с рассказом о потопе, в котором земля, покрытая бездной вод, возвращается к первобытному хаосу, и из которой спасается лишь одна семья, семья праведного Ноя. Здесь налицо логическая цепочка. Вода означает смерть, спасение от воды означает жизнь. Далее можно вспомнить другой ветхозаветный исторический ряд, относящийся к священной ветхозаветной истории. Это прохождение через воды Чармного моря израильского народа при бегстве из египетского плена. Освобождение из плена символически знаменует переход от смерти к жизни. Можно вспомнить, наконец, другой логический ряд – смерть Христа, то есть погружение в смерть, в Шиол, и воскресение Христа, как бы восстание из бездны небытия. И вот естественно, что жизнь христианина, как человека, желающего всецело жить жизнью Христовой, также должна пройти через этот ряд символических, но весьма значительных действий. То есть погружение и как бы умирание, и восстание из воды, возрождение для новой жизни. Это одна грань символики крещальной воды. Второй момент – это то, что и вода первозданного мира, и вода потопа, и даже бездна ада являются той стихией, из которой появляется, которую побеждает, над которой торжествует новая жизнь. Таким образом, погружение крещаемого означает и его умирание для прежней жизни, и воскресение для жизни со Христом через выход из купели. Один современный богослов об этом так говорит. Греческое слово «баптизо», то есть погружение, главным образом и прежде всего выражают мысль о полном погружении человека или какого-то предмета в воду и извлечении из воды. Изначально крещение совершалось именно так, как и обрезание в Ветхом Завете. За прямой угрозой жизни непосредственно следовало освобождение и сохранение, исходящее из крещения. Можно ли такие соображения, как простота, совершение обряда, забота о здоровье и соблюдение приличий считать последним словом и поступать иначе, то есть человека не погружать, а кропить водой или поливать воду на его голову? Обычно в православной церкви крещение совершается либо через троекратное погружение, но в крайнем случае разрешено крестить через обливание или все-таки окропление водой. Итак, перед началом святого крещения священник должен быть облачен в белые ризы. У всех в руках должны быть зажжены свечи, у всех, кроме тех, кто крестится. Конечно, если восприемники держат младенца, тоже им не надо давать свечи, чтобы они случайно не обожгли младенца. Крещаемому свеча дается при выходе им из купели или после акта крещения, которое совершается через обливание. Полагается перед крещением, перед началом таинства трижды окодить купель, то есть трижды обойти купель с каждением фимиамом купели, что символизирует животворную деятельность Духа Святого, освящающего вот эти воды, древние как бы первозданные воды. Священник возглашает «Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно и во веки веков». Хор или верующие отвечают «Аминь». Напомню вам, что мы предлагаем вам сокращенный, правда, перевод чинопоследования крещения на русский язык. Священник произносит «мирную иктинью». «Мирная иктинья», общее слово «иктинья» означает «усиленное моление». «Миром Господу помолимся». На каждое прошение хор или верующие отвечают «Господи помилуй». «О свышнем мире и спасении душ наших Господу помолимся». «О мире всего мира и благостоянии святых Божьих церквей, соединении всех Господу помолимся». «О святом храме всем или доме всем и с верой и благоговением входящих в него Господу помолимся». «О великом Господине и отце нашим, святейшим патриархе Алексии, и о господине нашим, высокопреосвященнейшем, митрополите Владимире для Петербурга» или здесь упоминается «Иной местный епископ». «Честнем присвятерстве во Христе диаконстве, о всем причте и людях Господу помолимся». «О богохранимой стране нашей, властях и воинстве ее Господу помолимся». «О том, чтобы осветилась вода сия силою, действом и сошествием Святого Духа Господу помолимся». «О том, чтобы была неспослана на воду сию благодать спасения, подобное благословению данному Иордану Господу помолимся». «О том, чтобы пришла на воду сию благодать и силы Святой Троицы Господу помолимся». «О том, чтобы сошествием Святого Духа просветиться нам, светом разума и благочестия Господу помолимся». «О том, чтобы в Одессе явилась сила, разгоняющая козни врагов, врагов видимых и невидимых, Господу помолимся». «О том, чтобы крещаемый в Одессе был достоин нетленного Царства Небесного, Господу помолимся». «О приходящем ныне к святому крещению и о его спасении, Господу помолимся». «О том, чтобы раб твой или раба твоя показал или показала себя сыном и наследником, ну или дочерью и наследницей во всех случаях, когда я говорю «он», если крестится девушка или женщина, подставляется она. Все это в женском роде упоминаются эти молитвы. «Итак, о том, чтобы раб твой показал себя сыном и наследником вечных благ, Господу помолимся». «О соединении раба твоего с тайной смертью и воскресенье Христа Бога нашего, Господу помолимся». «О сохранении рабом твоим белоснежных одежд крещения и о верности обручившемуся с ним Святому Духу, что откроется в великий дивный день второго пришествия Христова, Господу помолимся». «О том, чтобы эта вода стала для раба твоего купелью возрождения, купелью омывающей грехи, одевающей нетлением, Господу помолимся». «О том, чтобы Господь услышал голос нашей молитвы, Господу помолимся». «О том, чтобы избавиться рабусь ему и нам от всякой скорби, горя и нужды, Господу помолимся». «Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, твоей благодатью, пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и других и всю жизнь нашу Христу Богу предадим. «Яко подобает тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков. Аминь». «И далее священник читает тайно или в полголоса молитву. Молитву о очищении его самого священника, совершающего таинство от грехов. В этом смысле православная церковь никогда не утверждает, что священник, совершающий таинство, безгрешен и силу своей безгрешности может совершать таинство. Нет, не в силу личных достоинств, но в силу благодати Божией, действующей через него, как пастыря церкви, совершается это таинство. «Милостивый и милосердный Божий, — говорит священник, — проницающий взором наши мысли и чувства, ничто не может укрыться от тебя, знающий и меня. Не отврати лика твоего от моей нечистоты, но прости мои прегрешения. Дай мне сейчас покаяние, отмой всю скверну моих тела и души, освети меня невидимой силой твоей, покрой меня невидимой рукой твоей, чтобы я, возвещая дивную свободу от рабства, данную тобой людям, сам не был рабом греха и не был изгнан с позором с поля духовной битвы. Не спошли мне силу твою небесную, укрепи меня в служении предстоящего таинства, великого и сверхъестественного, изобразив приходящим к тебе рабе Христа, Сына твоего, через великое таинство, совершаемое моими недостойными руками. Утвердись его, приходящего к тебе человека на фундаменте апостолов и пророков твоих, садела его растением истины в саду твоей кафолической апостольской церкви, да преуспевает он в духовном росте и совершенстве, и тем пусть славится имя твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и приисно и во веки веков. Аминь. И далее священник велегласно, то есть громко возглашает, «Велик ты, Господи, и изумительны дела твои, и не хватит слов, чтобы достойно воспеть чудеса твои». И далее молитва, «Ты от небытия в бытия сотворил все мироздание, Ты поддерживаешь и промышляешь о каждом творении, Ты от четырех стихий весь мир сочетал, Ты сплел лентой круговорота четыре времени года, От тебя трепещет ангельский мир, Тебе поет солнце, тебя славит луна, Тебя приветствуют звезды, тебе внемлет свет, Перед тобой преклоняются бездны и реки, Ты раскинул небеса подобно шатру, Положил морям пределы, Ты наполнил воздухом необходимым для нашего дыхания под небесную сферу, Воинства ангелов кланяются тебе, Многачитые херувимы, шестокрилатые серафимы, Стоящие летающие вокруг твоего небесного трона, Дрожат от страха в блеске неприступного твоего сияния, Ты, Бог, безграничный, вечный, неизреченный, непознаваемый, Ты пришел на землю, приняв образ раба, Быв во всем как человек, Ты не смог смотреть на те мучения, Которыми притеснял род людской дьявол, Сошел на землю, чтобы спасти нас, Провозглашаем благодать, восхваляем милость, Не можем смолчать о бездне благодеяний твоих, Ты немощное человеческое естество освободил Рождеством своим, Ты осветил лона девы, ставшей тебе матерью, Все творение воспевает твое явление, Ты, Бог наш, на землю пришел и жил среди людей, Ты воды Ордана осветил, послав с небес святого твоего духа, Ты избавил воду от наполняющих ее лукамых демонов, Человеколюбче царю, прийди и сейчас, Сошествием святого твоего духа освети воду сию, Это повторяется трижды, Дай воде сей благодать спасения, Благословение, подобное данному водам Иордана, Соделай воду сию источником нетления, Даром освящения, милостью отпущения грехов, Чудом исцеления болезней, Огнем истребляющим демонов, Твердыней, неприступной для всех враждебных сил, Пусть бежат от воды сей, Замышляющие коварство против твоего создания, Раба сего, ибо имя твое, Господи, я призвал, Имя чудное, славное и страшное для врагов. Священник трижды знаменует воду, Погружая персты в воду, И дует крестообразно на воду, Говоря, Да сокрушаться под знаком креста Твоего все враждебные силы, Да сокрушаться под знаком креста Твоего все враждебные силы, Молимся Тебе, Господи, Пусть отступят от нас все воздушные невидимые призраки, Изгони из воды сей притаившегося темного демона, Окрещающегося избавь от хитрого и лукавого духа, Наводящего на него помрачением мыслям и чувствам. Но ты, Владыка всех, Покажи воду сию водой спасения, Водой освящения, Очищающей тело и дух, Водой разрешающей узы греха, Оставляющей прегрешения, Просвещающей души, Купелью возрождения, Даром усыновления, Одежды и нетлений, Источником подлинной жизни. Ты сам сказал, Господи, Омойтесь и будете чисты, Удалите лукавство от душ ваших. И ты, ты даруешь нам рождение Свыше от воды и святого духа. Явись, Господи Христе, На воде сей, Измени в ней крещающегося, Чтобы он сбросил с себя Прежнего ветхого человека, Облегся в нового, По образу создавшего его Бога. Пусть, соединившись с тобой И восприняв твой образ жизни, Твои страдания и смерть, Человек сей станет и участником Твоего воскресения. Помоги ему сохранить дар Святого Твоего Духа И приумножить залог благодати, И воспринять почесть Высшего звания, Сопричислиться уже достигшим Небесного наследия. Ибо тебе подобает слава, Держава, честь и поклонение С обезначальным Твоим Отцом, Сопресвятым и благим И животворящим Твоим Духом Ныне и приискно, И во веки веков. Аминь. Далее, священник Освящает елей, То есть масло, И помазывает им крещаемого. Помазуя, священник произносит, Помазывая лоб, Помазывая царап Божий И лем радости во имя Отца и Сына И Святого Духа. Помазывая грудь, Для исцеления души и тела. Помазывая уши, Для слышания веры. Помазывая руки, Руки Твои, Господи, Сотворили и создали меня. Помазывая ноги, Доходит сей человек По стопам Твоих заповедей. После сего, Обратившись лицом к востоку, Священник крестит человека, Либо возливает на голову Его святую воду, Либо окунает в купель, Со словами, Крещается раб Божий, Или раба Божия, Во имя Отца, Аминь, И Сына, Аминь, И Святого Духа, Аминь. Затем пение 31 Псалма, И священник подает Новокрещенному белую ризу, И говорит, Облачается раб Божий, Раба Божия, В ризу праведности, Во имя Отца и Сына, И Святого Духа, Ныне и Присно, И во веки веков, Аминь. А затем возлагает Новокрещенного Нательный крест И поет Тропарий, Ризу мне подашь светлу, Одеяйся светом, Яка ризую многомилостиве, Христе Боже наш. Напоминаю вам, дорогие братья и сестры, что вы слушаете Град Петров, мы с вами сегодня на русском языке приводим сокращенный чин, сокращенный вариант чинопоследования Крещения. Перевод был осуществлен мной, перевод, скажем так, такой простой достаточно, популярный. Вы сможете, благодаря вот этому тексту, лучше представить, что совершается в таинстве крещения, как человек входит в церковь, какие молитвы читаются, если вам придется, а я думаю, вам обязательно придется либо присутствовать при крещении родственников, либо быть восприемниками, то есть крестными, то тем более знание этих молитв, переживание того, что читается в данный момент, хотя мы, правда, на русском это читаем, а в церкви читается все на церковно-славянском, все это поможет вам более глубоко переживать ту тайну вступления человека в новые отношения с Богом, вступления человека в церковь. Далее, после чина крещения, о котором мы сейчас говорили, следует таинство миропомазания. Священник говорит, «Благословен ты, Господь, Бог Вседержитель, Источник благ, Солнце правды, высиявшее приходом Христа нашего, подобно свету вспыхнувшего во тьме, благословен ты, даровавший нам недостойным блаженное очищение во святой воде и божественное освящение в жутерящем помазании. Ты, Господи, благоваривший сегодня вновь уже духовно родить раба Твоего, новокрещенного, водой и святым духом, очищая его вольные и невольные грехи, сам, владыка Всецарю, с подоби его и причастия святого Твоего тела и драгоценной Твоей крови. Сохрани раба Твоего в Твоем освящении, утверди в православной вере, защити от лукавого и всех искушений Его и спасительным трепетом в чистоте и праведности душу Его сохрани. И пусть раб сей во всяком деле и во всяком слове исполняет Твою волю, сыном и наследником станет вечного Твоего царствия. Ибо Ты Бог наш, Бог милующий, спасающий Тебя, слава высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков. Аминь. После этого священник помазывает кисточкой лоб, глаза, ноздри, уста, уши, грудь, руки, ноги крещаемого, уже собственно крестившегося, изображая знак креста. При каждом помазании священник произносит печать дара Духа Святого. Восприемник, или если этот крестится человек, взрослый, сознательный, сам отвечает священнику слово Аминь. Затем священник и новокрещенные с преемниками, держа в руках зажженной свечи, обходят аналой с лежащим на нем Евангелием и купель. Это знак того, что всю свою жизнь новокрещенные будут идти вслед за Христом. Впереди идет священник с крестом в руках. При этом поется «Елицы во Христа крестистисися, во Христа облекостиси». То есть «Мы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Далее чтец читает отрывок из послания апостола Павла к римлянам, а священник читает последние стихи Евангелия от Матфея. Это Евангелие от Матфея, 28 глава, 16-20 стихи. Приведу их. «Одиннадцать же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус, и увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились. И приблизившись Иисус сказал им «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и все, то есть и вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Далее краткая тенья и совершается омовение помазанных Святым Миром частей тела и пострижения волос новокрещенного. Читаются положенные молитвы. «Приведу вам одну из молитв на пострижение волос. Господу помолимся, Господи, помилуй. Владыка и Господь наш, Ты почтил человека своим образом, создав его из разумной души и прекрасного тела, так что тело призвано служить душе. Ты устроил человеке так, что венчает тело его голова и в сознании его получает импульс к действию все наши чувства. Ты же, украсил голову человеческую волосами, сохраняя ее от холода и перегрева. Все члены тела своей соразмерностью и удобством прославляют Тебя, великого Творца и Художника. Ты сам, Владыка, избранным сосудом Твоим апостолом Павлом, заповедавший нам все творить в славу Твою, прими и благослови и раба сего, посвящающего себя Тебе со стрижением волос. Благослови раба Своего вместе с его восприемником и даруй им всем поучаться закону Твоему и творить заповеданные Тобой добрые дела. Ты, Бог, милостивый и любящий, и Тебя слава воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и призна и во веки веков. Аминь. Далее, другая молитва. И священник постригает крестовидно, то есть, постригает в виде креста голову, говоря, постригается раб Божий или раба Божия во имя Отца и Сына и Святого Духа ныне и призна и во веки веков. Аминь. После этого происходит обряд воцерковления. Читается молитва от рачати, то есть, ребенку, из чьей на молитвы жене родительниц по четыре десяти днях. Священник читает молитву перед Амвоном. Напомню, что Амвон это специальная площадка перед царскими вратами. Священник говорит, Господь, Бог наш, Твоей матерью Марии в сороковой день принесенный в храм и носимый руками праведного Иосифа, Ты сам, всесильный владыка, благослови принесенного сего младенца. Благослови его на всякое дело благое тебе угодное. Помогай ему возрастать. Отгоняет младенца сего всякую злую бесовскую силу знаменем креста Твоего. Ты, Господи, хранишь младенцев. Сохрани и раба сего, чтоб, сподобившись святого крещения, он наследовал удел в небесном Твоем царстве и был соблюдаем благодатью святой единосущной нераздельной троицы, якоподобая тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Собственно, обряд воцерковления, кроме чтения определенных молитв, это еще и то, когда священник берет младенца и начертывает знак креста перед царскими вратами. Если это ребенок, то перед престолом и перед горним местом вместе с царскими вратами и читает определенные молитвы. Далее чин крещения завершается, следует заключительная тенья и отпуст. Отпуст это особое последование завершения службы. Слава тебе, Христе Боже, упование наше, слава тебе, говорит священник. Хор отвечает слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пресне и во веки веков. Аминь. Священник говорит отпуст. Христос истинный Бог наш, молитвами бречистой своей матери, силой честного и животворящего креста, святых славных и всехвальных апостолов, святых славных и добарпобедных мучеников, называет святых дня, святых храма, святых, имя которых принял новокрещенный и всех святых помилует и спасет нас, яко благо и человека любец. И далее священник возглашает многолетие, благоденственное и мирное житие, здравие и спасение во всем благое поспешение, изобилие плодов земных, подач Господе новокрещенному рабу Твоему или новокрещенные рабе Твои и сохрани ее на многое лето. Вот таким образом таинство крещения заканчивается. Напоминаю вам, что вы слушаете передачу, которую мы условно обозвали или назвали как сложные вопросы богословия. Микрофон освященник Константин Пархоменко. Храни вас всех, Господь!